Здравствуйте! Вы смотрите Крымлиф, программа о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня в выпуске о таких темах. Парламент Украины признал депортацию крымских татар геноцидом. Об этом и других решениях власти, страны которых ждут от нее крымские татары, с гостем в студии. Политузник Геннадий Афанасьев обратился к властям Украины с надеждой на экстрадицию или обмен. Путин решил, что кредиты, взятые у украинских банков, крымчанам придется отдавать. Сосну Крымскую, которая находится под угрозой уничтожения, оккупанты решили вычеркнуть из Красной книги России. В чем их цель? Признание депортации крымских татар геноцидом этому народу пришлось ждать долгие десятилетия. И в этот четверг за трансляцией заседания парламента Украины из Крыма следили с напряжением и надеждой. Она, наконец, оправдалась. Нардепы приняли постановление, признающее геноцид крымлы. То, что было сделано с народом в 1944 году полностью, подпадает под определение геноцида конвенции ООН. Крымских татар лишили родины. На 12 лет у них вообще отобрали паспорта. Их пытались лишить языка и культуры. Лишили школ на родном языке. Сожгли всю литературу. Теперь Украина назвала депортацию ее истинным именем. И заявила о нынешнем этноциде России в отношении крымских татар. Парламент Украины признал геноцид крымских татар и назвал политику России в их отношении этноцидом. Постановление признает депортацию народа из Крыма в 1944 году геноцидом. И устанавливает 18 мая днем памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. При этом по предложению нардепа Николая Княжицкого в постановление внесли положение о нынешней политике России сознательного этноцида крымских татар. Органы Российской Федерации, начиная с дати початку темчасовой оккупации, их политика есть известной политикой этноциды крымско-татарского народа. Спасибо. Прошу поддержать. Из солидарности с Крымлы нардеп Юрий Лозовой говорил с трибуны на крымско-татарском языке. Путин, В, О, Н, Руси, империя сына. Я не дам кектар, мак, КНН, боголиха ста, истек, ларини, бераберлик, терми. Слава Украине. Документ поддержали 245 народных депутатов. При этом, например, один крымчанин не голосовал. Это Сергей Куницын, он входит во фракцию блока Порошенко. Не голосовали и почти все представители УПА-блока. Только один нардеп из этой фракции, Юрий Мирошниченко, отдал свой голос за постановление. Напомним, в феврале прошлого года Миршниченко заплакал в эфире «1 плюс 1» и просил прощения за события на Майдане у украинцев. Остальные представители ОПА-блока еще до голосования объясняли свой будущий поступок по-разному. Есть хотя бы одна страна в мире, которая признала это геноцидом. Это так же, как Голодомор. Мы признаем Голодомор, есть у нас закон, но при этом, когда вернулись до других стран страны, чтобы Голодомор признали геноцидом, вы знаете эту историю, отказали в этом. Так же и тут. Нам нужно юридично, грамотно подойти. Мы признаем, что было гнобление кримского татарского народа. Чи подпадает это под святую норму геноциду, вот тут нам нужно радиться з европейскими юристами, святовими юристами, чтобы мы приняли правильное решение. З ОПА проголосовав лише один народный депутат, пан Миршниченко. Всі інші або не голосовали, або отрималися. Це їхня позиція. Вони не могли голосувати інші, оскільки оппозиційний блок по всіх таких питаннях, які, знаєте, є принципово важливими для усвідомлення українським суспільствам свого сьогоднішнього стану, для збереження історичного пам'яті. Їхні хазіва Москва надає їм команду не голосувати. І вони не могли голосувати за цю постанову. Напомним, в течении трех суток, начиная с 18 мая 1944 года, из Крыма депортировали більше 238 тисяч коремлы. Почти все крымско-татарське население полуострова. В местах депортации в первые же три года от голода і болезни погибло до 46% депортированных. Данные об этом активистам крымско-татарського народного движения удалось собрать в 60-х годах. И гость в студії сегодня Эдер Муждабаев, известний журналист, заместитель генерального директора канала АТР. Добрый день. Хочется обсудить постановление Верховной Рады Украины, которое было принято о признании депортации геноцидом. Насколько, на Ваш взгляд, именно в этот момент этот документ важен и нужен Украине? Этот документ очень важен и очень нужен Украине. Это 100%. Тут даже нечего обсуждать. Потому что дальше игнорировать факт того, что произошло в 44-м году, как бы в своеполитической исторической оценке уже невозможно было. Тем более после того, что случилось в марте 2014 года, ну пусть с опозданием на полтора года, но Верховная Рада нашла возможность принять это постановление. Я думаю, что депутаты Верховной Рады, многие, даже еще не до конца осознали, какое постановление они вчера приняли, мне кажется. А в чем заключаются последствия для тех же депутатов, для политиков украинских, вот признание факта геноцида и длящегося сейчас, как было записано в документе, осознанного этноцида России? Да, вот от всех предыдущих резолюций разных парламентов и международных организаций мира это постановление о геноциде отличается коренным образом тем, что в нем речь идет о геноциде, который выливается сейчас в этноцид и этот этноцид продолжается. Это игра формулировкой, там есть разные определения, геноциды, этноциды и так далее. Суть это все не меняет, речь идет о репрессиях на национальной почве, которые были тогда в одних формах в 44 году, в самых жестоких и жутких, когда от 3 до 40 с лишним процентов по разным подсчетам крымских татар погибли либо в процессе депортации, либо в первые годы после нее от болезней, голода и так далее. И сейчас этноцид происходит в другой форме, в форме выдавливания крымских татар из Крыма под разными предлогами, в форме ущемления крымско-татарского языка, в форме ликвидации де-факто крымско-татарских органов представительства и всяческого подавления крымских татар как вообще субъекта какой-то крымской политики, что ли. И как вообще, то есть, неизведение крымских татар до состояния одного из многочисленных народов Крыма, который не имеет и не может иметь никаких особых прав, поскольку коренным народом у нас Крыма, Крыма, Россия считает всей Россией, только древние греки пользуются всеми правами в Крыму и в остальной части юрисдикции российской. Но все остальные не имеют таких прав, а крымские татары, кроме всего, еще и народ враг, народ предатель, который продолжает быть неблагонадежным, который Российская Федерация считает, и небезоснований считает противниками аннексии, поскольку они не голосовали на этом референдуме и не поддерживали, и не поддерживают изменение статуса Крыма. В силу этого проводятся репрессии, проводится тотальное давление, видимое и невидимое, как бы на таком законодательном, законном и уголовном административном уровне, какие репрессии мы видим, а также невидимые репрессии, они касаются спецслужбистского давления на членов семьи, на запугивание на работе, в институтах, везде, в общественной жизни, даже на улицах, люди оскорбляют за татарский язык, за любые проявления их национальной гордости и так далее. Были случаи в школе, когда детям запрещали говорить между собой? Да нет, ну это и на рынке, до самого мелкого уже, когда человек подходит на рынке, спрашивает, просто вот моей родственнице показалось, что продавщица на рынке, Паша, она крымская татарка, и она просто по крымской татарке с ней поздоровалась, это вызвало истерику у продавщицы, поддержанную остальными продавцами, с криками, убирайся в свой Узбекистан, здесь тебе не Узбекистан, значит, какого черта ты со мной разговариваешь на этом языке, говори со мной по-русски, здесь русский Крым, русская весна и все такое прочее. Ну это вот просто такие проявления бытовые, а что касается небытовых, то это в какие известны мне случаи? Это угроза увольнения, это реальные увольнения, это сокращение крымс-татарского языка во всех учебных заведениях, это угрозы людям, которые что-либо смеют высказывать в социальных сетях на тему того, что мы уволим твою жену, мы уволим тебя, мы твоим детям запретим учиться в этой школе, мы отберем твой бизнес, арендованный тобой магазин, или твоей женой какую-то лавку, мы ее заберем. То есть, если человек только-только что-то высказывает, хоть что-то, что не нравится местным властям или спецслужбам, его тут же берут на карандаш и начинают прессовать видимыми и невидимыми способами. Это такое, как я называю, гибридное гетто, в котором нет забора, но в котором есть постоянный страх. Плюс мы еще забыли, что постоянно производятся облавы, окружение мест компактного проживания крымских татар, прочесывание улиц с собаками, со спецслужбами и так далее. Это происходит методично, постоянно, людям постоянно дают понять, кто они такие, где они находятся, что у них нет никаких прав, никто им не поможет, и они полностью беззащитны перед лицом этого огромного и довольно репрессивного государства. Если вернуться к украинскому политикуму, то вот этот шаг сделан, постановление есть. Дальнейшие шаги, которых мы ожидаем, с лета ожидаем последствий заявления президента о том, что стратегия возвращения Крыма разрабатывается. Вот последняя информация, которая появилась, это на запрос Крыма-Реалии ответ СНБО о том, что информация о стратегии ограничена для доступа в связи с секретностью. Как вы думаете, существует ли вообще эта стратегия и насколько украинский политикум движется в этом направлении? Ну, я не знаю, существует оно или нет, но раз его не показывают, значит, оно уже точно до конца не доделано, эта стратегия, да, раз ее не могут показать. Я не против государственных тайн любых, если это для пользы дела, да, но почему-то мне кажется, что просто показать нечего пока, поэтому это является тайной. То есть тайной является то, что не проработан вопрос, а со временем аннексии прошло полтора года, и люди пребывают и в Крыму в полном неведении, и украинцы. Украина вся пребывает в полном неведении относительно политики властей. Но почему я сказал, что многие, наверное, украинскими политиками еще до конца не поняли, что они, что вчера приняты Верховные Рады. Если украинское государство устами своих депутатов, президента, премьера, там, всего политикума согласны и утверждает, что имел место геноцид 44-го года с массовой гибелью людей по национальному признаку, значит, то тогда и утверждает, что сейчас происходит этноцид, то есть национальное преследование, то с этого ровно момента украинское государство должно применять все силы и средства, чтобы бороться с этим продолжающимся этноцидом, который оно же и признало. То есть уже не может быть никаких откладываний в дальний ящик, там, каких-то отдельных заявлений, дежурных каких-то слов в адрес того, что вот, там, крымским татарам плохо, там, мы их, там, поддержим и так далее. Если это этноцид, как утверждает Верховная Рада Украины, то и бороться с ним надо, как с этноцидом. Значит, надо бороться на самом высоком международном уровне, значит, должен выступать каждый раз президент на встречах со всеми высшими руководителями страны, потому что это странно, когда в твоей стране происходит этноцид, национальное преследование, и вдруг это не является предметом переговоров с зарубежными лидерами или выступлений международных организаций, такого уже быть не может. Я знаю, что президент многократно поднимал вопрос о крымских татарах, депутаты поднимали вопрос о крымских татарах, но теперь это государство Украины как бы само себя встряхнуло, и теперь оно обязано поднимать этот вопрос всегда, не от случая к случаю, не когда удобно или неудобно, а всегда, потому что пока, если признаешь этноцид, он происходит, и ты на него не реагируешь, не замечаешь, не говоришь об этом с остальным миром, тем более с Европой, где последний этноцид был на территории бывшей Югославии, и его весь мир и вся Европа осуждала, если у тебя происходит такое же, и ты это утверждаешь сам, то ты должен ставить этот вопрос очень резко и применять все возможные меры для защиты прав этого народа, в отношении которого проводятся этнические преследования. Спасибо большое, к сожалению, наше время в эфире заканчивается, я думаю, что это наша не последняя встреча на эту тему. У нас в эфире был Айдар Муждабаев, известный журналист, заместитель генерального директора канала АТР. Крымчанин Геннадий Афанасьев, осужденный в России по делу Сенцова-Кольченко, обратился через своего адвоката к украинской власти в надежде на экстрадицию или обмен. Политузник считал и считает себя гражданином Украины и надеется на поддержку со стороны государства. Мать Геннадия и его адвокат дали пресс-конференцию в Киеве и рассказали о его пребывании в российской колонии. В минувшее воскресенье Гена встретил там свой день рождения. Ему всего 25. Включить все возможные механизмы для перевода его в Украину просит украинский власть и политузник Геннадий Афанасьев. Об этом сообщил адвокат Афанасьев Александр Попков на пресс-конференции в Киеве. По его словам, осужденный крымчанин содержится в колонии в нечеловеческих условиях, поэтому оперативная реакция украинских властей на прошение об экстрадиции на родину крайне важна. Он передал мне несколько документов и прошение на имя президента Порошенко, заявление в МИД, заявление в Генеральное консульство Украины о том, чтобы они помогли ему как гражданину Украины. И он передал обращение к людям Украины, которые боролись за свою независимость. По словам Попкова, Геннадию Афанасьеву объявили в колонии уже четыре взыскания по надуманным причинам. Это значительно ужесточает условия его пребывания там и негативно отражается на здоровье. Александр Попков подал касационную жалобу на приговор суда, которым Афанасьев осужден на семь лет колонии строгого режима. Но на позитивный исход дела не надеется. Поэтому советует украинским властям добиваться экстрадиции политзаключенного в Украину, поскольку на кону стоит его жизнь. Несмотря на то, что ему дали всего лишь семь лет, я думаю, он через семь лет не выйдет просто так. Сейчас уже идет целенаправленная планомерная работа по его сгноению там, потому что он побывал в ШЗО, его перевели сразу на строгие условия, его собираются переводить в помещение камерного типа, так можно угодить вплоть до колонии для пожизненных. Мы попробуем его защищать, но Украина должна вступиться за своего гражданина и каким-то образом его вызволять. Слова адвоката подтверждает и мать политзаключенного Ольга Афанасьева, которая недавно вернулась с длительного свидания с сыном в колонии. Больше месяца Гену этапировали в колонию, ему не давали белья, ему не давали матрасов, их там практически не кормили. Он находится сейчас в строгих условиях содержания и действительно готовится на ЕПКТ. ЕПКТ это, конечно, для меня страшно, для него тем более страшно, потому что это вообще нет возможности звонить, это нет возможности передавать передачи, нет возможности свидания. То есть это просто человек закрыт. С момента незаконного задержания Геннадия Афанасьева и еще четырех фигурантов дела о так называемых крымских террористах Олега Сенцова, Александра Кольченко и Алексея Черня пошел второй год. Друзья политзаключенных и общественники организовали широкую акцию в поддержку крымчан. Украинские власти тоже поддержали ее, но в основном морально. А вот конкретных действий по освобождению украинских граждан из российских тюрем пока нет. Хотя Геннадий Афанасьев продолжает надеяться. Держится он хорошо, он действительно ко всему готов, он надеется на свой народ и на свою страну. Напомним, Геннадий Афанасьев приговорен московским судам к семи годам лишения свободы в декабре прошлого года. Он признан виновным в подготовке терактов в Симферополе вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым и крымскими активистами Александром Кольченко и Алексеем Чернеем. Этим летом на процессе Сенцова и Кольченко Афанасьев заявил, что все его показания против них были даны под пытками. Адвокат Афанасьева будет обжаловать приговор в кассационной инстанции. Жалоба уже подана. Крымчан вынудят вернуть кредиты, взятые в украинских банках. Так решил российский президент. По словам Аксенова, по распоряжению Путина будет создан специальный орган для взымания долгов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Президент России распорядился создать некий орган в Крыму, который будет взыскивать с жителей полуострова кредиты, оформленные ранее в украинских банках. Об этом на заседании самопровозглашенного правительства Крыма заявил Сергей Аксенов. По его словам, создана рабочая группа и так называемый Совмин определит уполномоченный орган для этого. Окупационные власти раньше заявляли о том, что крымчанам все же придется рассчитаться с этими долгами через некий единый центр. Теперь на это есть добро Путина. Удивительно, но без распоряжения из Москвы в Крыму уже взыскивали долги различные структуры. Решать это все именно с точки зрения заключения соглашений, дополнительных кредитным договорам, но с уполномоченным органом, который будет назначен правительством Российской Федерации. Только после этого. А сейчас все заморозит. Уже коллекторы появились, граждан наших пытаются терроризировать разным образом, в том числе через социальные сети, посылают повестки и так далее. То есть ситуация неприемлемая. Так, например, в эфире Государственного российского канала «Первый Крымский» неделю назад руководитель одного из центров по сбору долгов крымчан уверял, что его компания взыскивает кредиты на законных основаниях. Некая АО «Фондовый конверсцентр» выкупила кредиты крымчан в Альфа-банке и Сбербанке. Утверждают договора о уступке, оформленные в полном соответствии с законодательством Украины и законодательством Российской Федерации. То есть документы есть, где украинские банки соглашаются на эту, собственно, процедуру, и вы людям можете эти документы предоставить? Мы предоставляем эти документы всем, кто желает их увидеть. Другое дело, что все-таки оригиналы, их же не 27 тысяч оригиналов, а заемщиков 27 тысяч, ну, указанных банков. О том, что крымчанам придется выплачивать долги украинским банкам на полуострове, очевидно, знали заранее, но ждали решения из Москвы. Например, в так называемом Госсовете Крыма, аргументируя необходимость возврата денег должниками, учитывали интересы российских банков в Украине. Приведу пример. Если вот жесткое решение, допустим, будет принято, что крымчане долги не будут отдавать, да, если построить такую модель, да, спрогнозировать, а что будет, если, да, ну, а вдруг правительство Украины принимает решение о том, чтобы украинцы не отдавали кредиты вот дочкам российских банков. Вот я просто немножко знаю статистику, и объем выданных кредитов в Крыму в восемь раз меньше объем кредитов, выданный российскими банками жителям Украины. В случае асимметричного ответа, опять же, попадут российские банки. Опрошенные нами крымчане считают, что возвращать кредиты нужно. Идею о создании некоего единого республиканского центра по взысканию долгов поддерживают. Если сюда к нам, то это, по-моему, хорошо. Все-таки они будут у нас. Потому что, ну, если люди брали, то, по идее, надо возвращать. Я так считаю. Потому что, ну, как-то ушли и ушли, а тут вот все-таки у нас где-то что-то добавится. В принципе, справедливо, почему те, которые вкладывали деньги там на депозиты, там, эти банки, которые закрылись, они получают от государства. А человек, который взял деньги, он же должен все свои действия как-то отвечать. Любое дело, правильная, может быть, мысль, может быть, не обязательно засядевать этим банкам, которые ушли. Нормально, если будет все в разумных этих самых пределах, то почему бы нет? Почему бы нет? Это вообще, в принципе, справедливо будет. Что мы должны им беречь? Эти деньги, что ли? Деньги должны работать. Как скоро на полуострове создадут орган, собирающий долги по кредитам, и куда эти деньги пойдут дальше, пока не уточняется. В должниках перед украинскими банками числятся около 350 тысяч крымчан. Их кредитные обязательства, по информации Аксенова, коллекторы выкупают за 20% от суммы, требуя из крымчан выплаты 100% обязательств. И не лишнее будет напомнить о непостоянстве российского гаранта. Например, вот эфир от апреля 2014 года. Вот теперь крымчанам станет уже не до смеха. За использование кредитного имущества заплатить, похоже, придется. Признают ли это украинские банки, которые не продали долги крымчан различным структурам, вопрос скорее риторический. Окупанты решили распорядиться судьбой редкого дерева. Они хотят вычеркнуть из Красной книги России сосну крымскую. Свои действия оправдывают благими намерениями. Дескать, нужна санитарная вырубка. Только озвучивают эту информацию почему-то на пресс-конференции, посвященной отопительному сезону в условиях тотальной нехватки дров. Охота на дрова в Крыму идет полным ходом. Окупационные власти срывают отопительный сезон в населенных пунктах, где еще нет газа и людям приходится топить по старинке деревом и углем. Проблема коснулась 30% крымчан. Это официальная цифра так называемого совмина Крыма. И на этом фоне вдруг появляется заявление оккупантов. Они хотят исключить из Красной книги России сосну крымскую. При этом заявление делается на пресс-конференции по теме отопительного сезона. И звучит оно от назначенного Аксеновым главным по дровам и углю вице-премьера Николая Янаки. Но мотивы указываются совершенно иные. Санитарная рубка. И я, и правительство, мы работаем над тем, чтобы исключить сосну крымскую из Красной книги России. Не потому, что мы хотим ее вырубать и предоставлять на Новый год, а потому, что нам нужно ввести санитарные рубки, нам нужно ввести проходные рубки. И вы видите, какое огромное количество сосны пропадает сегодня, в том числе и в городе Симферополь. Для того, чтобы ее сегодня снести, эту сосну, мы не имеем права этого сделать, потому что она в Красной книге. Поэтому уже работа проделана. Я думаю, что на выходе мы исключим ее из Красной книги Российской Федерации именно для Республики Крым. Прямо заявление о том, что сосна крымская пойдет на дрова, Янаки не сделал. Напомним, сосна крымская даже в Красной книге РФ обозначена со статусом «под угрозой исчезновения». В крымских селах люди озабочены поиском денег на возможные для них средства отопления. Цены бьют по карману. Но вариант с возможной вырубкой крымской сосны на дрова не одобряют. 14 тысяч, 6 кубов с козом метром. Возят в лес кушняк, а эти, ну как говорится, наоборот, озеленение должно быть. 12,5 машин убрали. Газон. Как это сосны пилить? Да соснуху будет пилить она. Что там с ее дров? Во-первых, они же ранние еще, их сколько лет, наверное, лет, сейчас скажу тебе, лет по 20, не больше. А сосна... Вот те сосны, там, тем лет по 50. Вот туда, в ту сторону. Конечно, дорого. Один уголь что стоит, и дрова так же. Вот, дорого. Вроде бы слышал, да, там дрова, буквально там через два месяца, что ли, что-то будет давать, или еще там, короче, чтобы пойти сразу купить, его нету нигде. Вроде бы так, я слышал. Но оно так и есть. Дрова с дровами проблема, конечно. Лично я, допустим, у меня свой сад. Вот каждый год, допустим, обрезку делаем. Вот что, короче, мы сможем высушить, сохранить, то сохраняем, то, если надо будет, там уже подкупаем. У меня дрова еще осталась с прошлого года, я еще не брал в эту воду дров. Это еще дрова у меня есть. Я и с водителем сад попилял, выкорчевал. Вообще, дорого, очень дорого поезд. Если бы я один, то не хватило. Так вот с бабушкой, бабушка получает пенсию. Я с двой, с двой, две пенсии нам кое-как. Но не за один же месяц, конечно, я понимаю. Это же не за месяц, а мы собираем, целый год собираем, чтобы осенью потом купить уголь, купить. В дровах для отопления нуждаются 5783 крымских семьи. В оккупационном совмине для решения проблемы выдвинули еще и идею вернуться к нормам СССР. При Советском Союзе было очень хорошее правило, норма. На одно домовладение, на одну печь 1,4 кубических метра дров. Мы сегодня отпускаем по 3,5. Поэтому я хотел бы обращаться к крымчанам и попросить по возможности до Нового года брать по 2 кубических метра дров. После на той же пресс-конференции Янаки предложил вообще ноу-хау. Людям без газового отопления посоветовал отказаться от дров. Как разжигать каменный уголь в печах без них не пояснил. Напомним, 27 октября самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности куратора ситуации Николая Янаки. Который еще в августе уверял, что в течение двух месяцев все очередники Крыма будут обеспечены дровами. Как отреагируют и отреагируют ли на такие попытки экологи Крыма? Мы будем следить за развитием ситуации. Это вся информация на сегодня. Больше новостей на нашем сайте BlackCityV. А я прощаюсь с вами до следующей недели.